Мир вам, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Политический вечер» на 17-м канале. Рад вас приветствовать в начале нашего сегодняшнего вещания. И сегодня мы будем говорить о двух важных темах. Без выборов, к сожалению, не обойтись. Я понимаю, вижу иногда ваши комментарии. Но начнем мы сегодня с двух встреч, которые связаны с Берлином. Сегодняшняя встреча экспертов в Берлине и предстоящий визит президента Петра Порошенко в Берлин 24 августа после официальных мероприятий, посвященных Дню независимости. Говорить мы обо всем этом будем сегодня с нашим гостем Николай Спиридонов, политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну и с вами работает политический обозреватель 17-го канала Владимир Воля. Кстати, спасибо большое за беспокойство по поводу моего здоровья и то, что мне нужен отпуск. Я люблю свою работу, я живу своей работой, поэтому отпуск как бы мне не нужен. А за беспокойство по поводу здоровья еще раз большое спасибо. Начнем с нескольких интересных новостей. Ну, например, сегодня появилась информация о том, что прокуратура взялась почти за 1400 крымских дезертиров из СБУ. То есть из Крымской СБУ, Крымского управления СБУ, 1372 человека обвиняются прокуратурой Киевского военного гарнизона в дезертирстве. Ну, это фактически все, весь личный состав, наверное, областного крымского управления СБУ попадает под это расследование, под эти обвинения. У нас все-таки определяется больше определенности с датой, когда парламент будет рассматривать изменения в Конституцию. Вот сегодня Народный фронт подтвердил о том, что внеочередное заседание Верховной Рады вроде бы состоится таки 31 августа. Ранее информация об этом поступала от представителей фракции блока Петра Порошенко в парламенте. А вот сегодня уже подтверждение есть и от Народного фронта. Кроме того, СБУ вдруг заявило, что у них имеется информация о возможном наступлении сепаратистов ко дню независимости. Вот такая, по их словам, у них развединформация есть. Заявила о возможности такого наступления руководитель спецслужбы Василий Грицак. Да, у нас есть информация о подготовке наступления со стороны войск так называемых ДНР и ЛНР. Ну и насколько это достоверная и недостоверная развединформация, осталось совсем недолго. И мы увидим, что же на самом деле, чего стоит эта информация. Ну а сейчас перейдем к тому, что связано с конституционной реформой и минским процессом. Несколько дней назад Кирилл Лавров заявил о необходимости того, чтобы собрались эксперты Франции, Германии, России и Украины. И на экспертном уровне обсудили содержание изменений в Конституцию, которые сейчас уже находятся перед рассмотрением в парламенте 31 августа. И Лавров предложил сравнить текст этих изменений и сам текст Минских соглашений. По мнению Кирилла Лаврова, простое сравнение должно показать, что вроде бы наша украинская власть не выполняет Минские соглашения. А предложенный вариант изменений в Конституцию расходится по конкретным пунктам. И по его мнению это сразу будет видно и понятно французским и немецким экспертам путем простого сопоставления текстов. Вот в частности он сказал, мы подготовили развернутый страниц на 80 документ, который рассматривает насколько действия Киева соответствуют принятым обязательствам и передали этот документ государством гарантам Минских соглашений. Так вот, сегодня в Германии должно быть заседание экспертов. При этом в Германии говорят, что эта встреча экспертов проходит по инициативе Германии. Скажите, пожалуйста, вот Николай, насколько важна эта встреча с точки зрения ее значимости для дальнейшего продвижения Минского процесса? Как эта встреча может повлиять на процесс принятия изменений в Конституцию? Или никак вообще не повлияет? Или все-таки будет скорректирована позиция? Я думаю, что сегодняшняя встреча не особо значительная, она скорее подготовительная. Более значительная встреча будет 24 августа, когда уже встретятся не эксперты, а главы государств. Что касается конституционного процесса, в данном случае Верховная Рада поступает, как многие нерадивые студенты, перенося все на последний день. Первоначально говорили, что должны собраться для того, чтобы изменения в Конституцию внести 25-26 августа. Необходимо в первом чтении принять до сессии, которая состоится уже следующей, которая будет в сентябре. Потом решили перенести на последний день, на 31 августа, чтобы же точно все вернулись из отпуска. Мне представляется вообще сомнительным то, что депутаты ушли в отпуск, учитывая ситуацию, которая в стране, катастрофическая, социальная, экономическая и военная. Мне вообще представляется абсурдным решение депутатов уйти в отпуск. Не помню, кстати, простите, кто-то из экспертов говорил, но кабинет министров же работает, работает, ничего, да? У нас Верховная Рада, это как студенты или школьники, вот разбежались на летние каникулы. От сессии до сессии. Да, и мне кажется, что Верховная Рада уже продемонстрировала свою полную несостоятельность. Недавно я слушал выступление Юрия Луценко, который сказал, что Верховная Рада самая лучшая в истории, что про ее распуск говорят проплаченные олигархами обезьянки. Вот я позволю себе заочно подискутировать, пусть он меня назовет проплаченная обезьянка или еще как угодно, но я считаю, что нынешняя Верховная Рада уже наработалась на свой распуск, потому что она демонстрирует уникальную безалаберность. Еще ни разу депутаты не собрались в 10 утра на заседание, демонстрирует вопиющую некомпетентность и еще и уходит на каникулы самое сложное для страны. В детском саду и то больше дисциплины, да? Поэтому я считаю, что эта Верховная Рада должна быть переизбрана и как бы… Вот оставим на совести Луценко, он, наверное, умнее всех экспертов, специалистов, он эксперт во всем, ну как, к сожалению, показывает жизнь. Очень часто все выходит не так, а очень часто, почти даже 100% наоборот, чем думает и прогнозирует Юрий Луценко, глава президентской фракции в парламенте. Вот возвращаясь к сегодняшней экспертной встрече в Берлине, я уже процитировал, что хотел от этой встречи, какой смысл в эту экспертную встречу вкладывала Россия, и этот смысл был озвучен устами министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кирилл вспомнился Лавров, хороший человек. Сергея Лаврова. Так вот, для России это было смысл этой встречи, показать экспертам из Франции и Германии, что Украина не выполняет текст Минские соглашения в части внесения изменений в Конституцию, то, что касается выбора востового статуса региона и так далее. Вот как, по-вашему, это все закончится? Удастся ли это России? Или мнение французских и руководства Франции и Германии, соответственно, мнения их экспертов, не изменится? И посчитаю, что Украина адекватно реализует эти Минские соглашения текстом изменений в Конституцию. Разумеется, Украина не выполняет в полной мере Минские соглашения, как, впрочем, не выполняет их и Россия, если уже на то пошло. Но останавливаясь на Украине, вот когда мы говорим, например, о блокаде Донбасса, негативным образом в Минских соглашениях подобная блокада не прописана. Потом попытка выборы отменить на территории подконтрольной Украине, это тоже очень странное телодвижение. И, естественно, что можно найти моменты. И касательно изменений в Конституции тоже недостаточно странные. Если речь идёт о том, чтобы предоставить определённую автономию Донбассу, то, опять-таки, нынешние изменения, они скорее, наоборот, предусматривают централизацию власти. Пока не вполне понятно, удастся ли их вообще провести, потому что Верховная Рада всё откладывает на последний момент, а потом ещё нужно будет где-то взять конституционный 301 голос. Но, в принципе, изменения, так как они запланированы, они, естественно, не отвечают договорённостям. Поэтому российский дипломат частично прав. Но если мы сейчас начнём анализировать действия России, то и она не соблюдает. И в результате определённый был… Сегодня фактически в Германии происходит очередной раунд борьбы за текст изменений в Конституцию. Согласны? Плюс ещё на Украину давят, чтобы всё-таки прошли выборы на территориях. Что будет по итогам этой встречи? Кстати, насколько, по вашему мнению, вероятно, что как раз с итогами этих экспертных консультаций, этого анализа, связан и предстоящий визит президента Порошенко в Берлин 24 августа? Предстоит по итогам этих всех сегодняшних консультаций разговор на высшем уровне, причём без России. То есть соберутся руководители Франции и Германии и получат заключение своих экспертов относительно текста изменений в Конституцию. И предметный будет уже разговор по поводу вот этих пунктиков, буквок, строчек. Исходя из того информационного поля, которое мы видим, создалось впечатление, что сегодняшняя встреча малозначительна, что не будет такой ситуации, что сегодня примут решение 24-го числа и его оформят. Скорее всего, сегодня это просто разведка боем, а основные решения, если мы вообще можем ожидать каких-то решений судьбоносных, я, честно говоря, давно их уже не жду, вот этих всех переговоров, потому что переговоров как бы много, они иногда давали минимальный результат в плане того, что уменьшались боевые действия, но каких-то суперсудьбоносных решений я не ожидаю, но всё-таки по всем признакам получается, что если решения будут, то они будут приняты 24-го, а 20-го — это такая дежурная разведка вот заинтересованных сторон. Вот 24-е августа, да, встреча президента Порошенко с Ангелой Меркелем, Меркель федеральным канцлером Германии и президентом Франции Оландом. Так вот, Оландом. Так вот, вообще эта встреча, что она означает? Есть точка зрения, что это конец Минскому формату, попытка другой формат. Понятно, что с этим форматом не согласится ни ДНР, ни ЛНР самопровозглашённые, ни Россия, и они уже озвучили свою позицию по этому вопросу. То есть понятно, что это уже отбрасывается, да? А вот тогда какие ещё остаются версии? То есть это консультации, это попытка пролоббировать, то есть убедить оказать ещё большее давление со стороны Германии, Франции на Россию. Что из этих двух или какая-то ещё третья версия? Попробую третью версию высказать. Вот сейчас идут большие тенденции попытаться расширить формат. В частности, Польша ещё хочет усесться за этот стол переговоров и подключить ещё и Соединённые Штаты Америки. В результате, может быть, эти встречи — это попытка сберечь существующий формат, чтобы не было в ближайшее время его расширения. То есть это тоже консультационная встреча, пытаются продемонстрировать эффективность существующего формата. Понятно, что Россия хочет, чтобы в переговорах приняли участие напрямую представители ДНР и ЛНР. И сегодня тоже было заявление по этому поводу. Украина, с одной стороны, этого не хочет, но, с другой стороны, если они не хотят дипломатически, вот представители центральной украинской власти договариваться с ДНР и ЛНР, значит, они должны уничтожить эти ДНР и ЛНР. А для их уничтожения, во-первых, недостаточно сил, а во-вторых, там всё-таки тоже живут граждане Украины. Поэтому, как бы не нравились представители ДНР и ЛНР, но я считаю, что переговоры с ними вести нужно. И переговоры надо вести с кем угодно, даже с дьяволом, если это поможет прекращению боевых действий. Поэтому в данном контексте я считаю, что не нужно препятствовать тому, чтобы представители самопровозглашённых республик участвовали в переговорах, даже если они нам не нравятся. Мне украинская власть. Кстати, вот интересный вы аспект затронули. Теоретически, да, о чём может говорить Пётр Порошенко с руководителями Франции и Германии. Да, это инициатива, озвученная польским президентом Анджием Дудой, о том, чтобы провести конференцию международную. Да, то есть расширение. Говорят о расширении формата. Чтобы Польша включилась в качестве участника переговорного процесса во всё это, равноправного со всеми другими. Вот возможно будет обсуждаться эта идея. И, наверное, невозможно, скорее всего, будет. Но по поводу Соединённых Штатов я считаю, что этот вариант и так уже присутствует. Нормандский формат 4, да, плюс Женевский формат Россия-США. И получается 4, плюс 1 уже с мая месяца после визитов Керри и Нулан в челночной дипломатии. Мы уже имеем формат 4, плюс 1. Даже так, постоянно действующий такой двухуровневый формат 4, плюс 1. Они не... Они параллельно работают. Фактически Польша включилась в борьбу за власть. Вот в Евросоюзе, с Германией, Францией. То есть Польша пытается использовать этот плацдарм, чтобы нарастить своё влияние. Потому что мы немного рассматриваем события международные и Украино-центрично, что все хотят решить проблему Украины. На самом деле ситуация немного другая. Точно так же, как и учебники истории. Если их взять, допустим, учебники, которые выпускаются в Украине, они тоже рассматривают мир Европо-центрично. Если мы возьмём учебники, которые, предположим... У нас вся история до некоторого времени, до 90-х годов, точно была Европо-центричной. Даже до начала 2000-х. И потом, правда, оказалось, что и глобус в IX-X веке в мусульманском мире был создан и находится в Берлинском музее. И китайцы первое кругосветное путешествие. И химхимия, физика и другие точные науки получили толчок в мусульманском мире. IX-XI век, ренессанс мусульманского Востока. Слишком мир другой, да? Много всего было не исследовано и в Древнем Египте, и в племенах различных, которые жили на территории нынешних Соединённых Штатов. И я это к тому сказал, что сейчас мы тоже очень часто думаем, что корень проблем — это решение проблем Украины. На самом деле страны, участвующие в этих переговорах, они решают свои проблемы. Вот Польша стала тесно. Польша когда-то вошла в Европейский Союз с помощью очень большой финансовой поддержки. Кстати, финансовую поддержку ЕКО оказали... То есть, скажем так, Украине, хотя говорят много о вхождении Украины в Европейский Союз, Украине совершенно не оказывают поддержку такого уровня, как оказали в своё время Польши. Да, если сравнить суммы, которые выделяются в виде первого транша для Греции и для Украины, Украина получила там всего несколько миллиардов долларов, а Греция сразу 26 миллиардов. Это первый транш. И вот Европа... Плюс на 4 года на 3 Украина 17 миллиардов долларов, да, помощь от МВФ, а Греции 80 с лишним миллиардов. И вот Польша освоилась уже в Европейском Союзе, стала полноправным членом и решили уже бороться за влияние с Францией и Германией. Таким образом, вхождение в эти переговоры... То есть это геополитический вызов в борьбе за лидерство в ЕС. Да, скорее Польша пытается уже увеличить своё влияние. Что касается вхождения в переговоры Соединённых Штатов, учитывая антагонизм, который нарастает между Соединёнными Штатами и Россией, у меня пессимистическое предположение, что конструктива к переговорам это не добавит, это расширение формата. Ну, посмотрим, что из этого будет. Ну, в том, что расширение... Зачем что-то расширять, если и так успешно? Женевский формат, Россия-США, постоянный обмен мнениями существует. И, условно говоря, американо-российский и европейско-российский формат в виде нормандской четвёрки. То есть два формата. Россия, то есть получается буквой В, да? Вот она Россия, и вот США, и нормандская четвёрка Европа. Хорошо. Давайте теперь, наверное, перейдём к теме киевских выборов. Вот интрига. У нас уже несколько раз, значит, с начала, то есть с момента, с того момента, как был опубликован закон о местных выборах в Украине, несколько раз уже появлялась какая-то новая интрига. Вначале, вот, допустим, была версия, что главными оппонентами в борьбе за пост мэра города Киева будет Кличко, которого поддерживает блок Петра Порошенко и удар. А вторым оппонентом главным будет Владимир Бондаренко от партии «Батькевщина», бывший неисполняющий обязанности мэра, депутат Верховной Рады нескольких созывов. Вот потом появились Борислав Бореза с очень жесткой, такой агрессивной, наступательной, информационной, по крайней мере, компанией, что изменилось. Плюс, кстати, укроп. Действительно ли, вот, допустим, партия укроп и ее выдвиженец Геннадий Корбан будет всерьез бороться за выборы мэра Киева? Всерьез ли Коломойский будет бороться за выборы мэра, за отпуст мэра города Киева? Что касается закона о местных выборах, то недавно прозвучали заявления, что в сентябре к нему, опять-таки, будут носиться какие-то поправки. Как сказал классик украинской политики, отродясь, такого не было. И вот опять то же самое. То есть мы опять говорим о поправках к закону о выборах. И, как бы, на 100% опять-таки непонятны правила. Хотя гонка официально должна стартовать 5 сентября, а фактически она полным ходом уже идет и особенно активизируется после дня независимости. Четких правил вот все еще говорят о каких-то изменениях. То есть вы прогнозируете, что изменения могут быть. И как вот это все, это как бы интересная интрига избирательной кампании, стартовавшей де-факто. Но как тогда это будет соотноситься с тем, что после дня независимости, в ближе, в несколько дней, до какого числа должен Центр избирком объявить о начале старта избирательной кампании? О старте избирательной кампании. Он, по-моему, 28 или 29 августа должен объявить, и 5 сентября начать уже официальную избирательную кампанию. То есть до конца августа, по крайней мере, он должен объявить. И какими тогда могут быть изменения, насколько сильными могут быть изменения? Вы, возможно, не совсем правильно поняли. Я не прогнозирую, что они будут внесены. Я, по крайней мере, констатирую, что об этом идут разговоры. То есть вопрос изменений все еще не снят с повестки дня, что нам все равно нам говорят о возможных изменениях, и еще нас постоянно пугают военным положением, которое может вообще эти выборы отменить. А вот что говорят кулуары о том, что может быть изменено? Скорее всего, положение о запрете политической рекламы на телевидении. Во-первых, все равно, скорее всего, этот запрет как-то будут обходить, потому что не может такого быть, когда все телеканалы ждут выборов, хотят на них заработать. И в результате, если им этот запрет и так будет обходиться, возможно, могут быть изменения определенные, может быть, никаких изменений даже и не будет. Но сам факт, что власть может провести изменения ими угрожает, заставляет нервничать оппозицию, потому что она не до конца понимает правила игры. То есть даже если изменений не будет, но угроза такая есть, то это осложняет подготовку к выборам. А эта информация о том, что могут быть внесены изменения в законы выбора, дополнительное давление, идёт от представителей или источников, или людей, близких к блоку Петра Порошенко? Да, ну это идёт от представителей власти, и плюс информация постоянно о возможном введении военного положения. То есть, грубо говоря, намекается, что если что-то не будет устраивать, то могут ввести военное положение, и выборы вообще отменить. Вероятность введения военного положения я оцениваю как крайне низкую. По ряду причин, например, банковское лобби такого не допустят, потому что в случае введения военного положения граждане смогут какое-то время не платить те же кредиты, и вряд ли банки на это пойдут. Это крайне малая вероятность, но, по крайней мере, такую вероятность упугают, и это заставляет нервничать. Если всё будет по тем правилам, которые объявлены, вот переходя, собственно, к выборам мира Киева, то, во-первых, что касается Бюта, там ещё не до конца вот это понятно, что пойдёт от Бюта Владимир Бондаренко. Вот в открытых источниках постоянно говорят, что это определено, что не идёт Юлия Тимошенко, но по информации из её штаба она сказала штабистам примерно следующее, что она будет принимать решение в последний момент. То есть буквально перед выдвижением Тимошенко ещё может принять решение выдвинуться в мэры, то есть вместо Владимира Бондаренко. Этот вопрос пока остаётся открытым. Тут, да, вот интересная интрига. Тимошенко, кандидат в мэры города Киева. Тут вопрос, а по её ли, ну, образно так, политическому статусу, по её политическому статусу с точки зрения того, кем была Юлия Тимошенко в политике, вот развениваться на должность мэра, пускай даже Киева, и конкурировать с Киевом, с Кличко, который по своему политическому уровню, если сравнить двух политиков. На данный момент… Чаще весов, да? Вот Тимошенко, вот Кличко. Ну, сейчас немножко не такая расстановка, вот как вы показали, потому что Кличко, фактически мэр Киева, это где-то третий-четвёртый человек в стране, хотя, что касается именно Виталия Владимировича, то там очень много окружения на него влияет, возможно, вот именно он не занимает такую позицию, но по должности он один из главных людей в стране, в то же время как Юлия Владимировна, она сейчас просто-напросто глава самой маленькой фракции Верховной Рады, и относительно разговоров о том, что она повысила рейтинг, вот некоторые есть инсайд от социологов… Это КМИС показывал, да, что они с блоком Петра Порошенко «Батьковщина» и Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко, у них там разрыв что-то около 1%. Думаю, вот это… В ноздрю почти идут. Я сотрудничаю с некоторыми социологическими компаниями, и вот инсайд некоторых социологов, они говорят о том, что фактически рейтинг Тимошенко на самом деле не повышается, у неё остаётся те же 5-5,5%, а разговоры о её повышении рейтинга – это просто очередная политтехнология. Так же самое, как… То есть КМИС политтехнологию запустил? Любая, даже я об этом уже говорил у вас на эфире, что любая, даже самая уважаемая социологическая фирма, вот, к сожалению, перед выборами вся социология превращается в тыкву, и вот надо рассматривать очень часто в манипулятивном ключе, что социология предвыборная, она просто-напросто не работает. Поэтому по поводу вот больших сомнений, если бы Юлия Тимошенко была уверена в том, что она победит на этих выборах, или хотя бы на 50% была бы в этом уверена, она бы безусловно выдвинулась, потому что всё-таки пост мэра Киева, он очень неплохой, и можно дальше проводить свою политику. Проблема в том, что она не уверена, что она боится проиграть эти выборы. Соответственно... Ну, а что ещё? Вот, кстати, Геннадий Корбан, Коломойский. Насколько серьёзно Коломойский будет бороться за Киев? Мне кажется, что... За Киевсовет и за должность мэра города Киева. По поводу Геннадия Корбана сейчас уже не все уверены, что он выдвигается. Появились заодно разговоры, что он может выдвинуться по Днепропетровску, что это было бы более логично, потому что там у него явно больше шансов, поскольку у его старшего партнёра Коломойского там многое схвачено. Это первый момент. Если он будет, то, во-первых, вызывает удивление одновременное выдвижение Корбана и Борислава Березы, потому что, в общем-то, у них очень похоже электральное поле. По сути, они будут конкурировать друг с другом, и они немного взаимоисключающие, они будут делить эти голоса. Но даже если вдруг Борислав Береза откажется от выдвижения, допустим, в УУГа, то реальных шансов у Геннадия Корбана на победу на выборах мэра Киева я не вижу, тем более, что за ним уже тянется очень негативный шлейф после Чернигова. То есть выдвинуть его можно, но реальных шансов на победу у него, видимо, не будет. Более логичные притязания оппозиции на пост мэра Киева. Сейчас идут разговоры, некоторые источники достаточно компетентные, говорят, что процентов 70, что после полуторагодового перерыва попытается вернуться в политику, Александр Попов выдвинется на пост мэра Киева. То есть тогда, в 2014-м, он не выдвинулся, потому что была для него неблагоприятная очень конъюнктура. Сейчас, несмотря на то, что в бытность, когда он фактически руководил Киевом, у него были многие провалы, но все познается в сравнении. Возможно, сравнив его с нынешним городоначальником, сравнив его с Виталием Кличко, то у Александра Попова появляются определенные шансы в сравнении с Виталием Кличко. Кстати, вот я посмотрел, только вот слушаю вас и сразу посмотрел на Википедии биографию Борислава Березы. Да, он родился в Киеве. Отец Ефим Абрамович Бляхер, мать Эмилия Григорьевна Береза. Вы согласны, что его... По поводу политических, то есть объединения Укроп, он сообщил в декабре 2014 года о создании в Верховной Раде группы Укроп. Вы согласны, что его электорат в многом пересыкается с Борьбаном? То есть да, в общем-то многое, по-видимому, до сих пор еще связывает Борислава Березу. Проект Укроп каким-то образом, и, по крайней мере, не думаю, что так уже оборвались связи с Коломойским. И тут вопрос еще, откуда деньги на эти все борды Борислава Березы, на всю эту компанию. Так что, как бы, версия о том, что Борислав Береза будет идти, а Корбан пойдет в Днепропетровске на выборы мэра, довольно-таки интересная. Потому что их задача все-таки прорваться во второй тур против... Во втором туре против Виталия Кличко будет иметь шансы даже Горилла с гранатой. Потому что у Виталия Кличко колоссальный антирейтинг, больше 50%. И стоит задача выйти с ним во второй тур. Если же одновременно выдвинутся и Геннадий Корбан, и Борислав Береза, то, соответственно, они заберут друг у друга голоса. То есть они, если примерно их электорат... Ну, допустим, я им польщу, им немножко скажу, что их электорат 20%, но я думаю, что ниже, то в результате они разделят его пополам, наберут... Это их совместный, да? Да, но это им, если польстить, фактически, я думаю, более корректная цифра 12-15%, но я уже так взял с запасом, то вместе они его разделят, наберут по 10%, в то же время, как какой-нибудь Попов наберёт 15%, но в результате они друг друга не тренируют. Кстати, о Попове. Александр Попов, да? Александр, да? Александр Попов. Бывший мэр Киева. Ну, самопровозглашённый, как бы мэр, он же не выигрывал выборы, его назначили главой администрации. Да, исполняющий обязанности мэра, потому что выборы затягивались. Так вот, он идёт на выборы? Или пока ещё нет ясности в этом вопросе? Если идёт, то от какой политической силы? Дают примерно 70% близких к нему источники, что он идёт на выборы. То есть пока что существует вероятность 70%, что Александр Попов пойдёт на выборы киевского мэра? Да, Александр Попов с большой вероятностью пойдёт на выборы, потому что, несмотря на то, что у него были определённые провалы в его политике, теперь его будут сравнивать с Виталием Кличко, и большая вероятность, что это сравнение будет не в пользу Кличко. Что если его сравнить с Кличко, то, пожалуй... А от кого пойдёт? Вот это ещё вопрос открытый. Многие уверены, что он пойдёт от оппозиционного блока. Но есть также информация, что от оппозиционного блока могут выдвинуть тоже Александра Пузанова, более молодого политика, 77-го года рождения, который в своё время был заместителем Попова. На нём, по крайней мере, меньше компромата. А чем он прославился в Киеве, этот Пузанов? Он не особенно прославился. И, может быть, это в данном случае хорошо, что он будет представлять оппозиционные силы, но в то же время на нём меньше негатива, потому что всё-таки Александр Попов вобрал в себя определённый негатив. Вот с этой ёлкой... Ну, негатив, но есть мы слишком... Хотя вот сейчас, да, вот так... Я думаю, что у нас существует определённый миф, да, созданная искусственная реальность, в том, что Александр Попов — это плохой, потому что события на Майдане. Что Киев, он там на 100%, Майдан целый войск Киев, да? Нет, Майдан не целый войск Киев, настроения слишком разные. Вот с этой точки зрения, опять-таки, Попов — мэр, и насколько он ассоциируется с Януковичем. Да, вот события 30 ноября 2013 года, когда этот разгон студентов из-под монумента, то да, это присутствовало. Но вот сейчас Попов, он сам по себе. Может он как самовыдвиженец пойти каким-то образом вообще, чтобы, то есть вообще нейтральность своего... Ну, к сожалению, возможность пойти самовыдвиженцем сейчас ограничена законодательно. То есть он должен... Невозможно. Он должен будет пойти от какой-либо политической силы. Сейчас нельзя идти самовыдвиженцем по закону. Ну, если не внесут в него ещё какие-то изменения, на данный момент нельзя. И, соответственно, ему нужно будет найти всё-таки какую-нибудь силу политическую, от которой он будет виниться. Что касается его участия в том же разгоне, пока даже не очень лояльно относящаяся к нему нынешней властью, его причастность к этому не доказана. Иначе он был бы уже где-то в Сизо или в бегах. То есть поэтому там больше кивают на Севковича. Ещё многие там расследования, поэтому, соответственно, его причастность не доказана, но, по крайней мере, часть негатива на него легла. Я думаю, что в отличие от ситуации 2014 года, когда партия региона была разгромлена, и поэтому он не выдвигался, шансов у него не было, то теперь его шансы, в принципе, вполне реальны. И я не думаю, что он слишком катастрофически будет ассоциироваться с Виктором Януковичем, потому что с Януковичем ассоциируются те, кто покинули Украину. Александр Попов остался в Украине. Он не бегал от следствия. Да, он не бегал, он отвечает на вопросы следствия. И я думаю, что негатив на нём будет, но это не помешает ему быть одним из претендентов реальных на пост мэра, в том случае, если он выдвинется. Что будет для него лучше, если он будет идти от оппозиционного блока или наоборот, если он от него дистанцируется? Мне кажется, что оппозиционный блок, только учитывая, что в Киеве он никогда не был популярным, и вряд ли будет, то он, оппозиционный блок, принадлежность будет только играть на понижение. Ну, тут сложно сказать. С одной стороны, да, оппозиционный блок сейчас не особенно популярен в Киеве, хотя тоже рейтинг оппозиции понемногу растёт и в Киеве. Но, с другой стороны, для того, чтобы баллотироваться всерьёз, претендовать на должность мэра, нужна определённая структура. И если Александр Попов пойдёт от партии «Однодневной», то, возможно, эта партия не сможет отстоять его права, тем более, что существует олигархический консенсус, чтобы мэром остался Виталий Кличко. И, соответственно, основной… Пардон, пардон, об олигархическом консенсусе. Возвращаемся… Ну, кроме Коломойского. Корбану и Коломойскому, а, вот. Ну, вот олигархический консенсус минус Коломойский. В основном, все власть готова оставить Виталия Кличко, учитывая, что он фигура… Ахмедову всё равно. Да, учитывая, что Виталий Кличко фигура достаточно слабая, легко манипулируемая, им легко управлять. Так подождите, олигархический консенсус. Кто-то там, Фирташ остаётся ещё кто? Живаго, Еремеев, Царствие Небесное. Кто там ещё у нас остаётся? Ну, грубо говоря, представители власти. Пётр Порошенко, вот, как… Ну да, то есть олигархия супер, и олигархия чуть поменьше, да. В целом, представители властных сил, ведь у нас вместе идут на выборы, как уже считается и блок Петра Порошенко, и удар, который фактически в нём, вот, в солидарности Петра Порошенко растворяется, и Народный фронт где-то третьим, не лишним, к ним идёт. То, по крайней мере, все провластные партии со своим админресурсом будут работать на Виталия Кличко. Какой-то сюрприз, может быть, по итогам выборов в Киеве, Киевсовета и выборов киевского городского головы мэра, может быть ли какой-то сюрприз ни Кличко, ни кто-то из суперраскрученных политиков, которых можно сейчас считать фаворитами по количеству бордов, их я по ночам открываю и то, и то, и то, вернее, закрываю. Вот с этой точки зрения интрига, между кем и кем основная борьба развернётся. Понятно, что всё ещё изменится, и прогнозы будут меняться, вот, ну, на данный момент из того, что известно. Я думаю, что если будет сюрприз, он будет со знаком минус для Виталия Кличко, потому что сейчас он имеет определённый рейтинг, там пусть 20, пусть 25%, но грядёт провальный отопительный сезон. Вот сейчас, например, в рамках избирательной кампании, вот у меня в доме отключили уже горячую воду, как минимум, до сентября, то есть в ряде домов тоже ситуация такая же, и наряду с коммунальными проблемами они тоже ложатся на Виталия Кличко, соответственно, рейтинг будет понижаться. И нужно учитывать, что… С кем будет, кто будет основным конкурентом Кличко? Если выдвинется Юлия Тимошенко, всё-таки примет такое решение, что ещё не исключено, возможно, что может быть она одним конкурентом. Может быть, Александр Попов, я считаю, вполне может быть основным конкурентом при должной работе. Во-первых, Берёза должен договориться всё-таки с Корбаном, что кто-то один из них должен идти на выборы. Мне кажется, что нет, что у Берёзы ресурсов не хватит. Более вероятен даже Владимир Бондаренко, если он пойдёт вместо Юлии Тимошенко, потому что всё-таки укроп достаточно слаб организационно в Киеве, и Берёза достаточно дутая фигура, мне кажется. Ну что ж, более точные прогнозы и пары фаворитов или основных действующих лиц, борющихся за пост киевского мэра, мы сможем определить уже очень скоро, как минимум в начале сентября, ближе к 10 сентября уже будет больше ясности, такой твёрдой ясности. Ну а сейчас, конечно же, можно констатировать лишь одно, опять-таки тоже неоднозначно, какой будет погода в апреле, вот Николай сказал, проблема отопительного сезона. Всё будет зависеть от того, какой будет осень, насколько будет холодным октябрь, и насколько наша власть будет готова вовремя 15 октября включить отопление в жилые дома. Плюс второй тур он же уже в ноябре даже будет. А второй тур вообще в ноябре же будет. Да, а первый тур 25 октября – это уже 10 дней отопительного сезона. Ну, будем надеяться на лучшее. Сегодня мы эту тему, тему выборов и тему урегулирования в Донбассе ещё продолжим и много-много раз об этом будем говорить. На сегодня мы с вами прощаемся. Сегодня, напоминаю, с нами был в студии политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов. Спасибо вам большое. Вам спасибо. И Владимир Воля, политический обозреватель 17 канала. Напоминаю, что на официальном сайте 17 канала вы ежедневно можете смотреть программы «Политический вечер» и «Война и мир». Сегодня, кстати, телемост. А завтра вы увидите программу «Версии» с Алексеем Кутеповым. Спасибо вам большое, что вы с нами. Мир вам! Спасибо. 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 Спасибо.